Не забывайте задавать вопросы онлайн. Затеяли мы рефакторинг модуля, как вы знаете. Модуль зачастую достигает такого состояния, когда проще от рефакторить, чем продолжать развивать то, что есть. Когда накапливаются какие-то вопросы совместимости, которые нужно обрубить, либо какие-то архитектурные вопросы, которые нельзя решить без существенного рефакторинга. Что мы хотели добиться? Мы хотели добиться более устойчивой работы, мы хотели добиться задела на будущее развития и решить те архитектурные вопросы, которые нам не давали развиваться. И, конечно, мы хотели перейти на ядро D7 для того, чтобы воспользоваться всеми его преимуществами. Это и ОРМ, который является прокси между базой и кодом, и вопросы событий универсальных, и другие вопросы, которые решает ядро D7. Как вы, наверное, знаете, магазин 15.00 вышел в Альфе. Альфа-версия доступна по ключам НФР. Эта версия, естественно, не предназначена для того, чтобы устанавливать на реальные проекты. Эта версия для тестирования, для вас, чтобы вы могли посмотреть, к чему мы идем, что мы получаем, чем вы сможете пользоваться и в том числе повлиять на дальнейшее развитие модуля. Естественно, оно содержит определенные нюансы, определенные недоработки, которые к бета-версии, естественно, будут устранены. Что мы сейчас получили? Если в старом магазине у нас, по сути, было главных сущностей две, это был товар, товары и заказ, то теперь добавилась куча новых сущностей. Это и отгрузки. У каждого заказа может быть множество отгрузок. Это оплаты. У каждого заказа может быть множество оплат. По отгрузкам, соответственно, дальше идет разделение по складам, по штрих-кодам, учет штрих-кодов, учет количества. Существенно изменилась структура базы данных под эти все сущности. Были доработаны таблицы для того, чтобы поддержать отгрузки, оплаты, поддержать архивирование, новую сущность компаний, которые первый шаг к холдинговой структуре. Местоположение, история. Что теперь такое заказ? Заказ, в принципе, остался заказом, только он получил новые возможности. Новые интерфейсы позволяют более удобно работать с заказом из административной части. Создавать заказы, редактировать заказы, просматривать историю заказов. Новые пользовательские типы свойств позволяют создавать свои собственные свойства, свои собственные типы свойств для заполнения пользователем при оформлении заказа. Если какой-то тип свойств не поддерживает Bittrex стандарт, вы можете добавить свой собственный тип. Добавилась возможность архивации заказов. То есть те заказы, которые уже не актуальны, допустим, годичной давности, или заказы, которые завершены, могут отправляться в архив и не занимать базу заказов, таблицу заказов, не влиять на производительность. Давайте посмотрим нюансы, которые мы решили в составе этого релиза. Во-первых, мы избавились от автопересчета. Когда вы редактируете заказ, автопересчета не происходит. То есть как? Автопересчет происходит, но происходит чисто арифметический автопересчет. Мы пересчитываем только арифметическую целостность заказа. То есть товар за 5 рублей плюс товар за 8 рублей будет 13 рублей. Все правильно. Но мы не меняем эти цифры 5 и 8 на основании современных данных каталога, потому что на момент оформления заказа данные были другие, скидки были другие, цены были другие. И сейчас при редактировании по умолчанию мы ничего не пересчитываем автоматически. Если вам нужно пересчитать, есть кнопка. Нажимаете на кнопку пересчет и получаете актуальные данные на текущий момент, какие сейчас действуют скидки, какие сейчас цены, какие доступны службы доставки и оплат. Все будет актуализировано. Решили вопрос с разделением. В заказе можно выделить независимые частичные отгрузки и независимые частичные оплаты. То есть вы можете отгрузить часть заказа сейчас, часть потом. Допустим, потому что сейчас у вас нету всего набора товаров. Также вы можете принять часть оплаты сейчас, часть потом. Например, как предоплата и оплата по получению или еще по какому-то своему принципу. Кроме этого, вернули фактическое разделение заказов. То есть разделение заказа на два независимых заказа, каждый из которых будет иметь свой отдельный номер и обрабатываться отдельно. Скидки. Как я уже сказал, автопересчета заказа не происходит. И поэтому те скидки, которые были на момент оформления заказа, при редактировании заказа, вы и будете видеть. Именно они будут считаться для данного заказа. Но при необходимости, если меняется ситуация, вы можете отключить любую из скидок, которая была начислена на данный заказ. На заказ, либо на доставку к этому заказу. То есть вы отключаете ее либо целиком для заказа, либо можно отключить его для конкретного товара. То есть для этого товара скидка считаться не будет. Свойства. Мы избавились от предустановленных обязательных свойств. То есть теперь вы целиком и полностью сами решаете, какие свойства вы хотите иметь у заказа. То есть что вы хотите спросить у посетителя. Раньше у нас было обязательное поле e-mail, но теперь оно не обязательно. В данном случае я настроил, у меня только фио спрашивается и телефон. Остальное я считаю, что мне не важно для покупателя. Давайте посмотрим, что такое частичная оплата. У одного заказа может быть множество оплат. Это может быть предоплата, допустим, и основная оплата. А может быть оплата с внутреннего счета. Если раньше у нас оплата с внутреннего счета, это просто было отнимание денег от суммы заказа, и было тяжело понять, что происходит вообще, как она учитывается, то теперь оплата с внутреннего счета – это реальная запись, у которой есть история изменения, у которой есть отмена, если, допустим, вы хотите обратно вернуть деньги на счет. То есть понятно, что происходит с заказом, понятно, какие идут платежи, понятно, откуда берутся деньги. Также новые интерфейсы, полная история всех изменений, и запланирован рефакторинг платежных систем к актуальной информации, но об этом я скажу чуть позже. Частичная отгрузка. Опять же, у заказа может быть множество отгрузок. Зачем это нужно? Допустим, часть заказа вы не можете доставить сейчас, потому что у вас нет в наличии этого товара. Допустим, вы хотите отгрузить один заказ с нескольких складов, и это разнесено по времени. Да и вообще любые применения, которые вам необходимы. У каждой отгрузки есть свои статусы, свой список товаров, которые уходят в этой отгрузке, свои статусы, своя служба отгрузки, своя цена при необходимости. То есть они полностью независимы, и свой трекинг-намбер отдельно отслеживается, отдельно покупатель видит, что происходит, какие товары к нему идут, какие пока еще не идут. Новые интерфейсы, опять же история полностью отслеживается, какие происходили изменения с отгрузками, как менялись статусы, про рефактори службы доставки. Что произошло? Мы объединили настраиваемые и автоматизированные службы. Если раньше это были отдельные интерфейсы, соответственно, была отдельная сортировка настраиваемых служб, отдельная сортировка автоматизированных, и если вам нужна единая сортировка была, вам приходилось то в одну форму смотреть, то в другую, чтобы понять, как правильно их отсортировать. Сейчас они идут в едином интерфейсе. Более того, их возможно группировать по папкам. То есть, если у вас много служб доставок, допустим, для разных городов, соответственно, вы можете разделить их по папкам, это чисто для административной части, для того, чтобы было удобно ими управлять. Появилась гибкая настройка ограничений. То есть, вы можете сами гибко задавать, в каких случаях эта служба доставки применима, а в каких случаях нет. Более того, вы можете создавать свои собственные типы ограничений. Например, по времени суток ограничивать, по полу покупателя, если это возможно. Появилась возможность задавать дополнительные услуги, в том числе пользовательские типы услуг. Для автоматизированных служб мы предоставляем возможность указывать те услуги, которые автоматизированная служба поддерживает. Для настраиваемых служб вы можете в том числе создавать не только стандартные, но и свои собственные услуги. Например, при доставке курьером спеть песенку, или какая-то упаковка праздничная, или ростовая кукла доставляет, допустим, если это подарок на день рождения. Человек отмечает при оформлении заказа, что он хочет доп.услугу. Это учитывается в стоимости при необходимости заказа. И вы получаете информацию, человек это хочет, он это оплачивает, и вы, соответственно, выполняете в соответствии с тем, как он хочет получить этот товар. Местоположения уже вышли достаточно давно. Хочу только заметить, что при переходе на новую версию магазина местоположение придется сконвертировать. То есть сейчас местоположение работает в двух режимах. Старый и конвертированный. Конвертировать придется. Компании. Есть возможность создавать произвольное число компаний в административной части. У каждой компании задавать собственные набираемые свойства. От реквизита компании задавать. И в дальнейшем привязывать частичные оплаты и доставки к этим компаниям. То есть можно указать, какая компания осуществляет вот эту доставку и на какую компанию принимается оплата. Это первый шаг в холдинговой структуре. Следующим шагом также у нас появилась возможность задавать физические смыслы для тех абстрактных свойств, которые вы привязываете как к атрибутам заказа, так и к атрибутам компании. То есть вы создали какой-то строковый атрибут компании. Для системы он смысла не несет физического. Это просто строковый атрибут. И вы можете задать, что этот атрибут является ИНН-компанией. И соответственно в отчетах, в платежных документах и в обмене с 1С и с другими системами продукт будет знать, что вот ИНН нужно брать в этом атрибуте. И это будет второй шаг в холдинговой структуре. Для этого у нас все есть. Нам только достаточно собрать теперь это все воедино. И в одном из очередных обновлений это выйдет. Поддержка eBay. Сделали поддержку eBay. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо заполнить форму соединения с eBay, выбрать инфоблоки, в которых содержатся товары. Дальше вам нужно будет получить токен для работы с eBay. Вот в данном случае показывается, как получить токен. Токен вы получаете через нас. То есть вам не нужно регистрироваться отдельно какими-то, получать там, подписывать договора. Вы все получаете через нас. Подписываете соглашение, что да, вы согласны, получили токен, закончили настройку. В дальнейшем вам нужно получить категории товаров, потому что у них фиксированная структура категории товаров и свойств, настроить соответствие ваших категорий тем категориям товаров, которые есть в eBay. Вот заходите в вашу категорию и настраиваете, что вот эта ваша категория, она соответствует такой-то категории eBay. И настраиваете свойства, соответствие свойств. Какие свойства eBay соответствуют каким свойствам вашего магазина. Если какого-то свойства у вас нет, вы можете прямо из этого интерфейса создать это свойство и заполнить его значение. И в дальнейшем будет происходить автоматическое соединение с ebay. Будет выгружен ваш каталог и заказы ваши будут поступать прямо к вам в стандартную систему заказов. Вы можете отфильтровать по этим заказам, посмотреть, выполнить. То есть все движется в направлении, когда интернет-магазин будет использовать другие платформы для генерации трафика и генерации заказов. С маркетом интеграции развитие уже было. И продолжается. Мы давно и последовательно работаем с компанией ebay. Кстати, наш спонсор, партнер нашей партнерской конференции. И одна из основных задач – это работа по интеграции. Настроив обмен, вы публикуете каталог ebay, заказы и тот трафик пользователей, которые там есть, их поиск товарных позиций, приводит к вам, заказы оформляются, оказываются у вас в интернет-магазине. И далее, собственно, они автоматически попадают к вам, и далее вы их обрабатываете как обычный заказ. Вот задача была сделать этот процесс быстрым, легко настраиваемым, ну и в общем функционирующим. В дальнейшем для облегчения настройки мы планируем добавить мастер, который просто проведет вас по шагам настройки и… то есть настройки соединения, настройки свойств, настройки соответствия каталогов, и чтобы меньше сложности было при настройке, чтобы было понятнее, как это делать. Это выйдет в одном из ближайших обновлений, вот этот мастер. Теперь самое интересное – миграция. Как будет информация о пользователе выглядеть уже в истории заказов? То есть там же соответствие полей тоже будет выставляться или как? Соответствие полей… Ну у меня есть набор, например, также телефон, e-mail, там информация, минимум полей. Какая информация будет от e-base приходить? Там будет сопоставляться также стандартная информация, которая есть у e-base с полями пользователя для того, чтобы получить информацию. Ну то есть мы ее сами будем настраивать, по сути. В какие поля? Да. Спасибо. Спасибо. Итак, миграция. Так как все-таки изменения были революционные, то есть это новые API, во многом новые таблицы, на новом ядре построенная, то, к сожалению, у нас получились две ветки. Есть ветка старая и есть ветка новая. И старая ветка будет работать до версии 15.5.0, после которой ее обновления прекратятся. В любой момент вы можете запустить мигратор, который обновит вас на новую ветку, которая будет продолжать уже жить. К сожалению, другого способа мы не нашли, потому что изменений действительно очень много. Ну вообще можно я пару слов скажу. Помните, несколько лет назад, когда мы представляли вам D7, мы говорили потихонечку продукт будет мигрировать на новую архитектуру. И это потихонечку происходит. Новые модули, конверсия на новой архитектуре D7. И вот сейчас пришло время к магазину. На самом деле магазин стал очень большим, функциональным, востребованным, и вообще коммерция стала более зрелой. То есть если раньше достаточно было там просто заказик сделать и обрабатывать его, то сейчас сервис для клиента становится масштабным. Разделение заказа, разные оплаты, а можно мне так, а можно мне так. И для клиента важно, чтобы это все работало. И вот, наверное, осознать масштаб изменений я смог только вчера, рассматривая эту презентацию, увидев, что если там было две сущности, заказ, и что у тебя там было еще? Товары, заказы были. Товары, заказы, ну корзины еще. То сейчас появился целый набор сущностей, другие структуры, другие таблицы, и вообще новый продукт. Вообще наша основная задача, чтобы миграция прошла незаметно для клиентов. Чтобы вы могли ее выполнить, и у вас изменится форма редактирования, обработки заказа. Но вся история, вообще все, что есть в магазине, все должно оказаться в новом. И, в общем, это, наверное, основная причина, почему сейчас у нас держится все в альфе и в бете, пока мы окончательно убедимся, что все надежно, тогда мы переведем в релиз. Уверены, что все пройдет хорошо. Да, наша основная цель была сделать как можно быстрее, чтобы правильно, прежде всего, считали все цифры, потому что магазин с неправильными цифрами – это не магазин. И после этого выпустить в альфе, чтобы вы посмотрели, что мы делаем, к чему мы идем. А теперь мы будем это все дотачивать до бета, исправлять ошибки, добавлять новый функционал, который был запланирован, но пока еще он в недостаточном качестве, чтобы выпустить. И к бете это уже все будет готово. И вот это вот и будет точка отсчета. То есть вот мы доведем до счета, и дальше пойдет только одна ветка. Мы сделали мастер миграции. Для того, чтобы плавно, ну как плавно, безболезненно перейти к новому магазину. До конвертации, даже после установки обновлений, у вас будет все работать по-старому. Даже если вы ставите альфа-версию, у вас все равно будет продолжать все работать по-старому. Когда вы запускаете пошаговый мастер, начинается процедура конвертации. Были на форуме вопросы, что будет, если его запустить несколько раз, ничего не будет, запускайте. Он поддерживает перезапускабельность. Хочу сразу предупредить, что, конечно, конвертация зависит от объема данных. Если объем данных большой, она может занять определенное время, которое зависит от ресурса вашего компьютера. Не забудьте сделать резервную копию перед тем, как запустить конвертацию, потому что все-таки вы должны себя подстраховать. Что не будет работать? Первой версией мы немного вас напугали. При конвертации в одном из шагов будет… если у вас есть события, обработчики, которые подвешиваются на события, которые мы пока не поддерживаем в новой версии, вам об этом будет сказано на одном из шагов конвертации. И в первой версии мы вас немного напугали, вытащив там довольно большой список событий, но мы просто указали правду, чтобы у вас не было шока, почему у вас что-то перестало работать. Мы правду сказали, что да, вот это пока не будет работать. Вчера выкатили версию, в котором этот список существенно уменьшился. В дальнейшем мы его уменьшим еще больше, но какие-то события все-таки перестанут работать. Частичные оплаты и отгрузки не будут нормально работать через старые API, если вы начнете разделять заказ. Если вы не разделяете заказ, старые API продолжат работать. Если вы начнете разделять заказы, к сожалению, через старые API могут быть нюансы. Старые местоположения. При вот этом мастере, если у вас не сконвертированное местоположение, то одним из шагов он предложит их сконвертировать, потому что тянуть старые местоположения в новом магазине кажется бессмысленным. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пожелания, вам будет непонятно, как перейти, допустим, какое-то событие, может быть, сработало что-то не так, может быть, не сработало, обращайтесь всегда к нам, мы будем консультировать, мы будем объяснять. Если что-то нельзя сделать, мы будем придумывать, как это сделать. Поэтому не стесняйтесь, сразу обращайтесь к нам. И, наконец, когда вы пройдете, по этому мастеру можно шагать, вот до этой кнопочки начать конвертацию. После нее уже шагать дальше нельзя будет, потому что она уже начнет производить процесс конвертации. Будет изменяться структура таблиц, будут создаваться новые таблицы, будет осуществляться миграция данных. Скорость сильно зависит от объема данных прежде всего, ну и, конечно, от того, какое у вас железо. Я сам проводил тесты на полуторамиллионной базе заказов, ну то есть полтора миллиона базы заказов, где-то миллиона восемь, получается, товаров там в корзинах, под десять миллионов свойств. На моей машине это занимало порядка 30 секунд, 30-40 секунд, вот эта конвертация. Это то время, на которое будет закрыта публичная часть и сайт не будет доступен. Если у вас другой объем данных, то есть не полтора миллиона, а больше, допустим, или меньше, соответственно, будет меняться и скорость. А ты закрываешь публичную часть только, когда я нажму начать конвертацию? Да, в этот момент закрывается публичная часть. Стандартным нашим способом, вы знаете, если зайти в настройки сайта, там в модуле main можно закрыть сайт, публичную часть сайта и потом оттуда же открыть. То есть тем же аппе закрывается публичная часть, стандартно выдается заглушечка, что подождите, идут работы. И после окончания мастера она опять открывается. И после прохождения этого мастера вам становятся доступны все новые возможности, о которых я рассказал. То есть новые формы, разделения, отгрузки частичные, оплаты, компании, холдинговая структура и так далее. Что же мы получили? Мы получили переосмысление вообще процедуры оформления заказа, переосмысление магазина как такового, актуализацию того, как на самом деле в современном мире осуществляется заказ. Потому что даже из своего опыта заказов из интернета я знаю, что зачастую целиком доставить заказ компания не может, потому что вот у поставщиков не оказалось чего-то на складе. Но я хочу получить хотя бы то, что есть. Разделение заказа получается. Я что-то хочу оплатить сейчас внутреннего счета, потом что-то наличкой курьеру. Разделение оплат получается. То есть мы идем к тому, что реально вот оно в мире и происходит. Я бы вообще, наверное, сказал, что мы будем с вами работать с новой e-commerce платформой. То есть говорить о том, что вот был старый магазин, здесь мы будем говорить совершенно о новой системе. Оно написано D7, методы, классы. Но это как бы с нашей точки зрения технологической. А с точки зрения клиентов это совершенно новый спектр возможностей. Это новая e-commerce платформа. Очень часто они вообще не ожидали, что это вообще может появиться в их версиях или в их продуктах. Но это совершенно другой уровень. Да, это серьезный задел на будущее, который решает реальные проблемы, которые сейчас у нас много идет тикетов, по которым вопросы. Они решаются вот этим вот обновлением. Это и по разделению заказа, это по пересчету, это по скидкам. Это вот решение. Что дальше? Ну, подробнее, наверное, чуть подробнее это будет в последнем докладе про 16.0. Если очень коротко, то мы окончим рефакторинг магазина. Естественно, наша цель это выпустить бету и дальше релиз. Это рефакторинг платежных систем, включая возврат денег покупателю, который поддерживает Яндекс и Рыбокасса. Поддержка частичных оплат везде в публичной части. То есть если почему-то оплата прервалась, чтобы можно было продолжить оплату, дооплатить. Это поддержка новых служб доставки, СДЭК обещанный доделать. И что еще обещали? Это углубление поддержки типов товаров. Например, ну сейчас популярны стали типы, такие как наборы и комплекты. В частности, комплекты популярны у строительных магазинов. И возможность подмены товара в комплекте уже в конкретном заказе очень актуальна, потому что вот нету этого шланчика 25 сантиметров, есть на 50. Клиенту какая разница? Подменили в конкретном заказе, отправили. Расширение дальнейшего функционала скидок. Наконец, делаем колдинговую культур. Давайте в 16 версии детально расскажешь. Да, в 16 версии это будет более детально. Задавайте вопросы. Ну что, пожалуйста, давайте, там был первый урок, первый вопрос. У меня вопрос по подаркам, бонусам, скидочным, купонам дополнительным, то есть бонусный счет, чтобы при оформлении заказа в этом направлении что-то будет? Про это будет отдельный слайд в 16.0 версии последний доклад. Отдельно мы расскажем подробно. Хорошо, спасибо. Спасибо, пожалуйста, вопрос. Вопрос и предложение потом. У нас есть интеграция с eBay теперь, но как нам быть с правилами работы с корзиной? Будут ли они работать как-то в этом направлении? Будет ли уменьшаться стоимость, если у нас добавлено, например, несколько одинаковых товаров или какие-то… То, что мы настроили. Ну, в данном случае это процесс, это заказ, по сути, это eBay. Мы получаем только информацию сюда о нем, чтобы обрабатывать дальше. Поэтому тут вопрос возможностей их и нашей более тесно с ними интеграции. Ну, то есть можно ли настроить какую-то галочку потом будет в итоге, что у нас будет автоматический пересчет на нашей стороне уже? Будем стремиться, да. Ну, это зависит от их возможностей. К сожалению, насколько я знаю, пока этой возможности нет. То есть процессинг идет на их стороне. Если будет появляться, мы будем поддерживать все эти возможности, конечно. И маленькое предложение. Пользуемся новыми местоположениями. И инструмент создания групп, например, местоположений не очень удобен, в том плане, что нет возможности исключить, например, Москву из целой России. Приходится набирать по отдельным городам центральный регион. Да, посмотрим, будем дорабатывать. Да, там интерфейс довольно сложный такой, навороченный. И не учли, наверное, этот момент. Пожалуйста, вопрос. Добрый день. Вопрос интеграции нового магазина с порталом для выгрузки лидов и заказов. То есть вот с новыми свойствами, как будет ситуация со стыковки? Потому что вот в старой версии есть проблема. Если мы создаем у заказов новые свойства, мы не всегда можем их нормально выгружать в портал, чтобы менеджер видел. Ну, сейчас пока интеграция вот этого нового 15.0 с CRM, она пока у нас не выпущена еще, потому что как раз мы производим дополнительные работы для того, чтобы более полно поддержать все то, что мы сделали, вот именно вот в этой вот проброске через commerce.ml в портал. Поэтому я думаю, что к моменту выпуска это все будет нормально работать. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Вопрос такой. Интеграция с 1.0 и разделение заказов и оплат. Там еще возвраты показали. Это вообще как будет с интеграцией с 1.0? У нас уже в формате commerce.ml как таковом это все поддерживается. Со стороны 1.0 поддержка этого есть. Нам осталось только выпустить поддержку со стороны нас. То есть в этот формат commerce.ml. Естественно, это будет все работать. Так, давайте еще буквально попросить вопросы. Тут мне тяжело сказать. Постараемся. А мучайте его отдельно, хорошо? Пожалуйста, вопрос. Хотелось бы даже не вопрос, а пожелание. Добавить сортировку товаров в истории заказов. Сейчас там такой возможности нет. В рамках заказа конкретного? Да. Вообще основное пожелание всегда у клиентов ни в коем случае не пересортировать товары по сравнению с тем, что они были в заказе? А вы по какому принципу хотите сортировать? Были пожелания по названию, например, чтобы выстраивал список. Хорошо, мы посмотрим этот момент. Я думаю, что скорее всего можно сделать произвольную сортировку, чтобы вы могли сами решать, как будет. Спасибо. Добрый день. У меня вопрос по наценкам. Они будут в версии бизнес или будут в версии в малый бизнес тоже? И как это будет реализовано? Потому что клиенты часто обращаются с просьбой сделать наценки по каким-то параметрам или по определенному бренду. Получается, мы можем это сделать только программно. По лицензионной политике мне тяжело сказать. Это же модуль скидок. А он разве в малом бизнесе нет? Так, знак меняйте. Скидки и наценки – это же одно и то же. А вот надо все-таки сделать отдельный пункт меню, назвать наценки. И туда тоже выизвести. Подойдите ко мне сегодня, я попробую помочь. Пожалуйста, последний вопрос давайте. Добрый день. Интересует по холдингу, структуре, различные юридические лица. В различных городах, соответственно, различные базы 1Совские со своими юрлицами. Позволит ли вот эту миграцию сделать, ну то есть различные выгрузки в одну базу каталога, продажу, соответственно, с обратными заказами, с выгрузкой. Ну вот на первом этапе у нас введение юридических лиц как таковых, с их атрибутами и так далее. На втором этапе это учет вот этого в платежных документах, документах на отгрузке, в печатных формах. И на третий этап у нас идет как раз возможность сделать так, чтобы различные каталоги, но в единой базе были и различные выгрузки. То есть мы к этому идем. Это не будет в 15.0, но мы к этому идем. Леш, последний вопрос из онлайна. Антон Долганин задает, прям каверзный. Как на апе узнать, что у клиента уже новый магазин? В решении из маркетплейса вот он ставит его. Есть опция, как всегда есть опция у нас, по которой можно ориентироваться. Пусть он напишет, я ему опцию скину. А что ты ему всем? Что это такое за… Ладно, мы опубликуем ее на форуме, потому что на память я название опции не помню. Хорошо, спасибо большое, Леш. Спасибо.